всем привет как вы думаете о чем сегодня видео у нас с вами будет я вам немножко покажу как у меня выглядит сейчас внешний вид моих красавиц которые находятся вот в этой вот объединенной ладье белого цвета напольного содержания эти растения очень хорошо себя там чувствуют между прочим это орхидея притория следующая орхидея даймон вот какое-то название интересно это название я сама нашла я имею ввиду вот речь вот об этой орхидеи только-только она у меня стала распускать свой цветонос вот эта красавица вот она и бутонизация идет активная на айвори пёрпл красавица домашняя кличка этой орхидеи орликинушка обожаю обожаю эту красоту и эту орхидейку ну и сегодня я вам хочу показать знаете что да да у меня пополнение в стране биглипов пришла посылка и сейчас мы вместе с вами ее вскроем сейчас секунду будем открывать был новый привоз и я решила заказать себе орхидейку это очень красивый биглип по крайней мере знаю я о нем многие за ним гоняются и вы знаете у меня была просто воспитательная работа с самой собой что я делала вы знаете когда я заказывала этот биглип я пока вскрываю вам буду рассказывать у меня просто рука тряслась и думаю так ирина надо заказывать надо заказывать два как же твои групповые посадки классные у тебя же много орхидей куплено специально для размещения в групповые посадки ты же их любишь конечно люблю девчонки ну место уже все катастрофически нет как я вам в одном из видео сказала я уже прошу стены расшириться говорю стены расширяйтесь виджей орхидс производитель вот такой виджей орхидс и здесь одна орхидея сейчас мы посмотрим как она выглядит не знаю по крайней мере то что я видела на фотографии конечно меня могу сказать очень-очень вдохновила на покупку но я подумала надо все-таки не два растения заказывать а одно потому что нужно держать хотя бы хотя бы остатки мест в местах содержания орхидеи для новых биглипиков потому что я вот знаете не мог ну не могу я остановиться часто очень с девчонками общаюсь в контакте пишу ирина однажды попав на ваше видео все это это какая-то бесконечная история в которую мы постоянно погружаемся и все хотим 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 новых растений я говорю ну да это для меня не ново смотрим достаем орхидея так ой ты моя же деточка потеряли мы цветы много цветов девчонки капец но что-то осталось ладно девчонки гляньте его мое вы представляете колбасили ее на этой почте вы представляете как она летала что все цветы она потеряла хотя растение в принципе было хорошо зафиксировано вы же видите ой прям знаете ножом по сердцу ну уже назад не представишь как я всегда говорю все не надо сожалеть переживать что есть будем двигаться к новым более эффектным цветением смотрите вот как она смотрится залм еще раз вам говорю как название этой орхидеи варианте цветения беглип вот такая красота вот видите этот цветонос сохранился здесь вот они видите все цветы как раз и поотрывались ну ладно бутончики вот эти есть я думаю что может быть все-таки минимальный стресс растений испытала и она все-таки распустит сохраненные бутончики какие-то бутоны понятное дело нужно снимать сейчас сразу я их уберу чтобы немножко эстетику восприятия растения улучшить так ну и давайте сейчас я открою 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 газету и мы вместе с вами посмотрим корневую систему так ну так сразу вижу нехороший листик сейчас будем рассматривать я буду вам показывать и комментировать то что вижу я и то что видите вы так корневая система отличного качества несмотря на жару растение пришло неплохо так получилось что как раз орхидея сегодня вот самый первый жаркий день после такого облегченного перерыва в температурном режиме нашей сегодняшней погоды нашего лета вот видите корневая система в принципе неплохо и орхидея пришла хорошо не мокрый грунт ага вот смотрите вот он это отек в результате перегрева тканей это не переохлаждение ткани а перегрев очень часто их можно спутать переохлаждение ткани в условиях транспортировки растений в зимнее время оно практически также проявляется когда начинает растение подсыхать и орхидейки листики вот так вот начинают давать отек а потом происходит подсыхание этого отека и вариант некротического проявления на листиках такой некрос ткани происходит так здесь тоже лист смотрите ощущал перегрев и кстати вот маленький лист который в грунте видите он зелененький хороший а вот этот я сейчас буду отстранять грунт и смотреть что там в месте соприкосновения этого листа так это уже нужно делать на рабочем столике невозможно рассмотрим с другой стороны листики если да здесь тоже есть такие проявления вы знаете значит орхидея шла у меня получается сегодня ровно 6 суток несмотря на то что да обычная посылка у меня была по моему не первый класс обычная посылка обычная посылка у меня приходит с москвы быстрее на четвертые сутки я получаю прошли 6 суток я не знаю где она она очень валялась на сортировочных пунктах очень подолгу я когда отслеживала движение посылки поэтому так а что я не заметила цветонос из точки роста забалдеть ну вот почему мне об этом не сказали ничего сейчас вот знаете связаться с этой группой и сказать Наталья опять мне прислали цветонос из точки роста знаете это стандартная начинается отговорка а что вы боитесь цветоносов из точки роста меня просто это начинает убивать когда вот такой начинают говорить мне если я заказываю растения значит я хочу чтобы оно у меня росло а не детки на них росли все я знаете я конечно извиняюсь за свой тон но вот в данный момент я даже не заметила я так радовалась тому что это красивое растение и на тебе цветонос из точки роста ну что это такое ну кстати когда я покупала ее в информационных сообщениях по продаже этих растений конкретно на сайте не было информации о том что у растений есть цветонос из точки роста не было информации во всех группах когда продают растения с цветоносом из точки роста снижает цену этого растения или хотя бы оговаривают с покупателем наличие цветоноса из точки роста нужно вам такое растение либо нет потому что я знаю что очень многие гоняются с такими за такими проявлениями потому что очень хотят получать деток от растений у меня нет такой цели у меня деток на растениях просто я уже не знаю куда их девать этих деток и совсем мне знаете вот нет времени работать с такими орхидеями отсаживать деток куда-то их пристраивать у меня нет такой цели я хочу чтобы у меня росли растения самостоятельно без всяких деток и сами развивались цвели и росли ну вот такая вот история сейчас буду связываться мне даже очень интересно что мне на это скажут как-то поднадоело мне вот то лето у меня та же самая картина была первое что мне ответили а что вы боитесь цветоносов из точки роста я говорю да я их не боюсь мне они не нужны такие растения всегда в каждой уважающей себя группе отправка орхидеи с цветоносом из точки роста всегда сопровождается диалогом между покупателем и продавцом когда нам заявляют о том что вот у нас осталось растение с цветоносом из точки роста можно вам его прислать или нет и как правило делается хорошая скидка на такие орхидеи я не могу успокоиться все меня знаете вот все я разозлилась но это не дело согласитесь мне даже пришлось отключить видеокамеру чтобы немножко успокоиться сейчас вы мне девчонки напишите ринда хорошее растение девчонки да оно хорошее но я покупаю орхидеи для того чтобы она у меня росла а не давала мне деток ну я так понимаю что люди которые в теме прекрасно меня поймут так сейчас самое важное что вот в этой ситуации вам равно как и мне не делать вот что когда такие есть проявления на растении что я не делаю если эти отеки вызваны как перегревом так и переохлаждением они имеют как я вам выше сказала практически одинаковые проявления самое главное вот сейчас дать подсохнуть этим отекшим тканям поэтому полив этого растения этого горшка и корней я делать в ближайшие двое суток не буду подсохнут вот эти пятнышки все прекратит мокнуть вот именно вот это здесь уже в принципе вот здесь началось подсыхание здесь видно что вот здесь началось подсыхание уже здесь еще мокрота остается мокрота сохраняется только с внешней стороны листика вот здесь здесь уже в принципе он подсох да но это знаете еще в результате вероятно явно это не в посылке орхидея наверное получила такие проявления это когда логистика доставляла орхидеи с оранжерейной фермы с орхидейной фермы то явно в условиях пакета их транспортируют в пакетах потом еще на троллях они стоят вот так плотно плотно друг другу и плюс еще их пакетами обкутывает полностью то есть циркуляция воздуха в условиях повышенных температур она совершенно отсутствует воздух не курсирует и получается вот такие вот перегревы листьев отек поэтому первые двое суток не поливаю потом я смотрю за состоянием вот этих вот проявлений на листиках орхидеи в принципе за это время они должны хорошо достаточно подсохнуть и только потом я обязательно полью эту орхидейку с анти стрессом в варианте стимул наверное использую ой я вижу что вы ее видите совсем-совсем не такой какая она есть девчонки она совершенно не розовая это орхидея знаете нужно сейчас наверное уйти немножко в темноту чтобы вы поняли это орхидея розово-персикового оттенка совершенно она не розовая а вы ее розовый видите ну сейчас конечно я свяжусь с продавцом и обязательно постараюсь обсудить вот эту вот историю буду вас держать в курсе событий что мне ответят но я уверена что ответ будет стандартным не нужно бояться орхидею с цветоносом из точки роста на что я конечно же отвечу что любая уважающая себя фирма обязательно будет обсуждать отправку растения с цветоносом из точки роста со своим покупателем и делать хорошую скидку на такую орхидею все вот такое у меня сегодня видео конечно хотелось мне вам побольше такого позитива рассказать но девчонки ну как есть так есть все ничего не утаиваю что хорошо как я скажу то оно хорошо а что не очень хорошо вы тоже все это увидите и мои пояснения все услышите что и как все здоровье вам благополучия всего вам самого-самого доброго и получать конечно вам ваши посылки ваши заказы со стопроцентным качеством и стопроцентным результатом того что вы ожидаете всем пока-пока и до новых встреч вот вот сейчас вы ее видите практически с той полной цветопередачей и цветов цветовой гамме которая присуща цветению этой орхидейки вот она как красиво выглядит очень красивый смотрите персиковый оттенок ну просто какой-то шедевр а не орхидейка такая губа у нее резная имеющая такое полноценное не разобщенное вот единое полотно в виде губы да нет никаких надрезов ничего и одновременно на этой губке есть вот такие вот кружевные кружевные резные краешки очень красиво смотрится орхидея залм очень красиво нет не ну не но не так не не были не Продолжение следует...